Язык — это важнейшее средство общения между людьми. Он позволяет хранить и передавать информацию, а также одновременно является носителем культуры и ее неотъемлемой частью. В мире насчитывают от 2,5 до 7,5 тысяч языков. Такое расхождение связано с тем, что не всегда возможно провести четкую грань между языком и его наречием или диалектом. Все народы делятся на 15 языковых семей и более 45 языковых групп, которые, в свою очередь, дальше разбиваются на языковые ветви. Уральские языки образуют отдельную языковую семью, которая состоит из двух ветвей — финно-угорской и самодийской. На языках, произошедших из уральской семьи, говорят в шести странах мира — в России, Финляндии, Эстонии, Венгрии, Норвегии и Швеции. Ученые-лингвисты, которые изучают эти языки, называются уралистами, а народы, которые на них говорят — уральцами. На языках этой семьи говорят порядка 25 миллионов человек. При этом 15 из них — венгры. Венгерский язык удален от остальных, он проник в Европу и под влиянием соседей значительно изменился и стал сильно отличаться от всех остальных языков уральской семьи. Остальные уральцы — это ханты и манси, ненцы и селькупы, карелы и эстонцы, финны, саамы и некоторые другие народы. Все они живут на севере Евразии. Какой язык был прародителем всей языковой семьи? Что сейчас происходит с уральскими языками? Есть ли среди них исчезающие? Почему важно сохранять языки? И как возможно сберечь уникальный язык каждого народа? Ответы на все эти вопросы вы найдете в нашем видео. Друзья, но прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на канал Ямал-Медиа. Здесь вы найдете много материалов о жизни на Крайнем Севере, о природе Ямала, быте кочевников, оленеводов, а также удивительных и порой невообразимых фактах о нашем с вами доме — планете Земля. Подписывайтесь, ссылка в описании к этому видео. Мы начинаем. Начало классификации финно-угорских языков было положено в 17 веке. Тогда немецкий ученый Мартин Фогель доказал, что финский, саамский и венгерские языки являются родственными. Позже эту классификацию подтвердил и развил шведский ученый Филипп Иоганн фон Страленберг, более известный в России как Иван Филиппович Табберт. Его труд вышел в 1730 году в Стокгольме. Ученый подробно описал народы, на тот момент известные под общим названием «Татары». Он указал, что некоторые из этих этносов татарами совершенно точно не являются. Страленберг подчеркивал, что народы, частично живущие в Европе, а частично в Азии, когда-то обитали в одном месте и были одним этносом. Позже эти выводы подтверждали Татищев, Рычков, Ломоносов и другие русские ученые. А в конце 19-го – начале 20-го веков финский филолог и политический деятель Эмиль Нестер Сетеля доказал, что у финно-угорских и саамских языков был один общий прародитель. Его назвали «прауральским языком». Считается, что именно от него пошли различные ответвления, которые и привели к формированию современных языков коренных северных народов Евразии. Проуральский язык – это язык-основа, образовавший всю уральскую семью. Он сформировался около 5-6 тысяч лет назад. Конечно, в наши дни этот язык не сохранился, и ученые-лингвисты могут лишь приблизительно восстановить его структуру. Наибольшее распространение этот древний язык получил на территории современного Урала. Однако вопрос, откуда он произошел, до сих пор остается открытым. Долгое время считалось, что его родиной был Алтай. Потом ее искали между Уралом и Волгой. Венгерский уралист Петер Хайду установил, что проуральский язык зародился в Западной Сибири. А современный российский лингвист Владимир Напольских утверждает, что проуральский язык сформировался между бассейном Нижней и Средней Аби и верхним течением Печоры. Народ, владевший этим языком, жил кочевыми племенами. Каждая из них состояла из нескольких сотен человек. Занимались рыбной ловлей и охотой на северных оленей, лосей, медведей и птиц. Поклонялись лесным духам. Уралисты выделяют две группы проуральцев. Первая — эндоуральцы. Их диалекты стали основой современных языков уральской семьи. Это финны, удмурты, коми, вепсы и карелы. Вторая группа — экзоуральцы. Они не говорили на проуральском языке, но постепенно присоединились к проязыковому обществу. Это Мар-2, а именно Макшани и Эрзяни. В наши дни грамматика уральского языка сохранилась в трех государствах — Эстонии, Венгрии и Финляндии. По словам исследователей, примерно в первом веке нашей эры венгры перекочевали с Урала в бассейн Нижней Камы, а к X веку достигли Европы, где ассимилировались с местными и создали собственное государство. Как мы говорили в самом начале, большая часть уральской языковой семьи представлена носителями именно венгерского языка. Их почти 15 миллионов человек. Финны и эстонцы тоже мигрировали с Урала, двигаясь на запад и постепенно вытесняя саамов. На территории России к уральским языкам относятся языки Нганасан, Ненцев и Селькупов, Ханты и Манси, Комизыриан, Вепсов, Мордвы, Карелов и других народов. Чтобы подтвердить общность этих этносов, несколько лет назад генетики провели ряд исследований. Они применили специальный метод, который позволяет выявить общие фрагменты в геномах людей из разных народов. Оказалось, что многие уралоязычные этносы ближе к таким же народам, чем к географическим соседям. Например, Мари и Удмурты ближе к ханты и Манси, которые живут по другую сторону Уральских гор, чем к соседям, татарам, чувашам и башкирам. А финны и саамы имеют наибольшую генетическую общность с Коми, Удмуртами и западно-сибирскими хантами и Манси, а вовсе не со шведами, латышами или литовцами, живущими по соседству. Результаты генетического исследования подтверждают, что у уральских народов общая история. Ученые предполагают, что распространение уральских языков вызвано миграцией населения, при этом корни миграции идут из Западной Сибири. В наши дни на некоторых из языков уральской семьи почти не говорят. Чем меньше родной язык используется в бытовом общении, тем быстрее он уходит. Кроме того, многие из языков коренных северных народов стали письменными сравнительно недавно, а у некоторых из них до сих пор нет собственного алфавита и существует только устная форма. По мнению культурологов и лингвистов, именно язык отражает то, как человек осмысляет свою жизнь, свой опыт и то, какие у него представления о мире. При утрате языка утрачивается культура целого народа. Например, ненецкий язык преподают в школе, а вот нганасанский относится к исчезающим языкам. На нем говорят чуть больше 120 человек. Нганасанскую письменность разработали только в конце прошлого века. За основу взяли кириллицу и добавили к имеющимся еще несколько букв. Благодаря этому удалось издать несколько книг на нганасанском языке. Это нганасанские тексты, русско-нганасанский разговорник и текст шаманского камлания, описывающий ритуал общения с духами. А в 2001 году впервые выпустили нганасанско-русский и русско-нганасанский словарь для школьников. Все это помогает хоть как-то сберечь исчезающие языки северных народов и сохранить их хотя бы в письменном виде. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, переходите в комментарии и напишите, что думаете по поводу увиденного. Задавайте вопросы и предлагайте темы для новых выпусков. Мы обязательно ответим. Не забудьте подписаться на канал Ямал Медиа, чтобы не пропустить ни одного видео и узнать больше полезного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова